Здесь у нас находится фильтрующая вакуумная остановка, то есть она обсасывает в себя частички грязи, аэрозоли из воздуха. Каждые три часа днем и ночью Елена снимает показания. Загрязненность воздуха, температура, влажность, давление, облачность. Все данные отправляются в Новосибирск и уже по этим характеристикам синоптики делают прогнозы. За 35 лет работы наблюдение стало для Елены образом жизни. Мои обязанности – наблюдение за погодой, круглосуточное наблюдение. Не то, что там через каждые три часа, то есть я постоянно должна наблюдать. То есть вот начался снег, я должна отметить, пошел дождь, я должна отметить. То есть ветер дунул какой-то сильный, я должна проштормить, то есть подать штормовой информации, обязательно предупредить людей. Это теперь так выработалось. И дома просыпаешься в 4 часа, и в час ночи, то есть это да, выработалось. Регулярные метеорологические наблюдения в Барнауле проводят уже с 1838 года. На этой станции в научном городке также фиксируют, как погода влияет на сельское хозяйство. Зимой здесь наблюдают за промерзанием почвы, высотой снежного покрова, летом за влажностью почвы. Именно от этой информации и отталкиваются аграрии. Мы наблюдаем, также отправляем информацию в центр, составляются определенные прогнозы, которые используются в дальнейшем сельхозпроизводителями. Наша станция, пожалуй, это, наверное, вот как песчинка в этой огромной, можно сказать, наверное, мировой сети. Не только сельское хозяйство, но и авиация, здравоохранение, служба борьбы с чрезвычайными ситуациями. Многие сферы нашей жизни так или иначе зависят от таких людей, как Елена и Ольга. Кстати, на некоторых станциях в Алтайском крае людей уже заменили на автоматику. Но совсем исключить человека из метеорологии невозможно. Существуют виды наблюдений, где все-таки необходим исключительно человеческий глаз. Вот представьте себе только, в одно и то же время наблюдатели всего мира выходят на площадку, снимают показания, передают телеграммы. То есть вот именно вот эта общность, что мы все вместе. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком.